22.00 подводим информационные итоги дня на телеканале Санкт-Петербург, студия Виктория Зёмина и Леонид Филиппов. И вот о чём расскажем прямо сейчас. От создания народного памятника до ключевых спортивных событий года в Смольном прошло рабочее освещение губернатора с членами городского правительства. Последний шанс поменять свой избирательный участок. До начала голосования остаётся 4 дня. Готовность города к выборам обсудили Александр Беглов и Александр Гуца. Семейные традиции и кулинарные эксперименты. Масленичная неделя в Петербурге по обычаю началась с приготовления блинов. В выходные горожан ждут уличные гуляния. Первый биржевой на очереди Александра Невского. Город готовится к сезону навигации. Ближайшей ночью в Петербурге начнутся технические разводки мостов. 90 миллиардов рублей будет выделено Петербургу из федерального бюджета на строительство 2, 3 и 4 этапов широтной магистрали скоростного движения. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил по итогам совещания под председательством вице-премьера Марата Хуснулина. Оно было посвящено согласованию перечня поручений президента по социально-экономическому развитию Петербурга и Ленинградской области. Ряд решений по Санкт-Петербургской агломерации глава государства принял во время своей работы в Северной столице в январе этого года. В ходе совещания было также выработано согласованное решение по ряду технических решений широтной магистрали скоростного движения и строительства нового скоростного автодорожного обхода Петербурга КАТ-2. Губернатор Александр Беглов обсудил готовность Петербурга к проведению выборов президента России на рабочей встрече с полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. Были затронуты вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в дни голосования и повышения уровня антитеррористической защищенности. Также на встрече речь шла о социально-экономическом инфраструктурном развитии Северной столицы, реализации проектов, инициированных Владимиром Путиным в достижениях туристской сферы города. По итогам прошлого года для более чем трех миллионов туристов Петербург стал отправной точкой путешествий в другие регионы округа. Александр Беглов отметил, что город активно взаимодействует с регионами Северо-Запада, совместно презентуя туристские возможности. Мемориальный комплекс в память о Ленинградской битве появится в Петербурге. Каким он будет и где его установят, обсуждали сегодня на заседании губернатора с членами городского правительства. Еще одной важной темой встреч стала программа ключевых спортивных событий города, включая эстафету, посвященную Дню Победы. На заседании сегодня также подвели предварительные итоги участия города в программе «Эффективный регион». Комитет по тарифам на треть сократил время согласования документов по инвестиционным проектам. Всего же в Петербурге к «Эффективному региону» подключились больше 60 государственных учреждений. Александра Корнева продолжит тему. Рабочее совещание губернатора с городским правительством началось с вопроса о строительстве мемориала в память о Ленинградской битве. В этом году исполняется 80 лет с окончания одного из самых продолжительных сражений в истории Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс разместится на Пулковском рубеже. По поручению президента конкурс на создание памятника состоится в этом году. Александр Беглов подчеркнул, новый монумент станет зримым напоминанием о героизме российского народа. Вручение президента есть, надо его выполнять. Я хотел бы отметить, что монумент будет исполнен за небюджетные средства. То есть это общий такой народный будет памятник, поэтому организуем сбор средств на изготовление этого монумента. Территория, предлагаемая к размещению мемориального комплекса, ориентировочная площадь 12,5 гектар, просматривается с городских пространств, федеральных трасс, площадки экспофорума, где проходят многочисленные международные мероприятия с участием глав государств. Сама высота относительно окружающего ландшафта возвышается на 9,7 метра. В память о Великой Победе в Петербурге традиционно пройдет легкоатлетическая звездная эстафета. На совещании утвердили список наиболее значимых спортивных мероприятий на текущий год. В него вошли 30 событий, 8 из них – международные. Среди наиболее значимых – старты на Кубок губернатора, соревнования подзюдо на Кубок Анатолия Рахлина, марафон «Белые ночи». В программу большинства включены отдельные зачеты для семейных команд. Проработана новая схема маршрутов, массовых физкультурных мероприятий, предполагающих минимальное перекрытие дорог общего пользования. Многие значимые городские мероприятия перенесены на территорию спортивного кластера Крестовского острова или иные локации. В Петербурге физкультурой и спортом занимается около 3 миллионов человек. Это более половины от общего числа жителей города. По поручению президента к 30-му году этот показатель необходимо довести до 75%. Президент России неоднократно подчеркнул, что поддержка физкультуры и спорта будет оставаться в числе приоритетов государственной политики. За эту работу отвечают все уровни власти, от правительства России до муниципалитетов. И президент особо отметил, что со следующего года всем, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО, должны представляться налоговые вычеты. Еще один вопрос касался реализации программы «Эффективный регион». Комитет по тарифам присоединился к ней в 2022 году. Итогом работы стала оптимизация ряда рабочих процессов, разработка единой формы инвестиционной программы и ее перевод в электронный вид. Это позволило на треть сократить время согласования документов. По словам Александра Беглова, цифровые технологии открывают новые возможности для развития городской экономики. Александра Корнева, Андрей Соколов, Новости, телеканал Санкт-Петербург. На этой неделе Петербург вместе со всей страной будет выбирать президента России. В северной столице все готово для голосования. Правительством города оказано все необходимое содействие избирательным комиссиям. Об этом губернатор Александр Пеглов заявил в своем традиционном радиообращении. На всех участках для голосования смонтирована система видеонаблюдения, видеорегистрации. Помещения для работы избирательных комиссий оборудованы всем необходимым. Общественные палаты Санкт-Петербурга и Российская Федерация выставят на участке своих наблюдателей. Тем временем осталось меньше двух часов до завершения регистрации на сервисе «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать на президентских выборах не по адресу прописки. Это особенно актуально для тех, кто планирует поездки или для иногородних граждан. Заявление можно подать через портал госуслуги в любом МФЦ или в участковой комиссии. И на данный момент более трех миллионов человек воспользовались такой возможностью. Сегодня 11 марта до 23 часов 59 минут любой житель нашего города или нашей страны может подать заявление о прикреплении к месту, где ему удобнее проголосовать, к тому избирательному участку, где ему удобнее это сделать. Соответственно, открепившись со своего участка, где он на данный момент прописан, на который участок к нему относится. Очень важная удобная услуга, но сегодня как раз последний день, и есть возможность еще те, кто это не сделал, успеть воспользоваться этой, с моей точки зрения, очень удобной услугой. Напомню, до начала голосования на выборах президента России остается 4 дня. Впервые в истории страны выборы главы государства будут многодневными. Прийти на избирательные участки можно 15, 16 и 17 марта. Продолжаем эфир. В квартирах в домах на Пискаревском проспекте, пострадавших от атаки беспилотника, полностью восстановлено остекление. По поручению губернатора Александра Беглова, все повреждения устраняют за счет города. Также администрация Красногвардейского района продолжает прием заявлений на единую компенсационную выплату. Подать заявление и необходимые документы нужно в отдел социальной защиты на Синявинской улице, дом 8, по рабочим дням с 9 утра до часу дня и с 14.00 до 6 вечера. Капитальный ремонт станции «Метро Синая площадь» завершили досрочно. Работы начались в декабре прошлого года, когда из-за коррозии конструкции просели ступени. Теперь на входе уложены новые. Также в вестибюле заменили гранитное покрытие пола, поставили новый турникет и отремонтировали входные двери. Обновленную станцию сегодня осмотрел глава города Александр Беглов. Он подчеркнул, капитальный ремонт других станций Петербургской подземки, которые работают более полувека, продолжатся. Вместе у нас Удельная, Парк Победы, ряд других станций. Кроме строительства метро, мы еще занимаемся капитальным ремонтом станций, которые требуют. Прежде всего, это связано с безопасностью жителей нашего города. Это и замена экскалаторов, и вестибюлей, ну и многое-многое другое. Поэтому работа продолжается, одновременно со строительством метро. Сегодня вестибюль станции «Синая площадь» уже открыт для входа и выхода пассажиров. Напомню, месяц назад после ремонта открылась станция «Ладожская». Продолжаются работы на Чернышевской. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, до 2032 года метрострой северной столицы должен построить 20 новых и реконструировать 12 действующих станций. В Петербурге продолжается обновление поликлиник. В рамках программы модернизации первичного звена президентского нацпроекта здравоохранения капитальный ремонт медицинских учреждений сейчас идет по нескольким адресам. В некоторых местах обновление идет так, что пациенты и не сразу понимают, что там вообще ведутся какие-то работы. Задача строителей сделать поликлиники современными, оснастить их передовым оборудованием, которое поможет в диагностике сложных заболеваний. На данный момент в нашем городе обновлены более 80 медучреждений. Масштаб работы оценил Дмитрий Копытов. Заходя в эту поликлинику, не каждый пациент догадается, что прямо здесь сейчас идет капитальный ремонт. Первые два этажа из четырех работают в штатном режиме. Специалисты принимают по расписанию. Помочь готовы и в регистраторе. Лишь строительный шум выдает, сверлят не зубы, а стены. Перепланировка основательная. Согласно проекту, сначала нужно снести большинство стен. Перепланировка помещения связана с тем, чтобы увеличить количество кабинетов на данном монтаже, чтобы могла быть большая пропускная способность поликлиники. И, в принципе, возведение новых перегородок. Также начаты работы по вентиляции. В эксплуатацию поликлинику ввели почти 20 лет назад. Но относительно молодому зданию уже необходим капитальный ремонт. Строители поясняют, оно долго стояло незадействованным и время дало о себе знать. Требованию медицины 21 века поликлиника сейчас, увы, не соответствует. Но в рамках программы модернизации первичного звена президентского нацпроекта здравоохранения здесь начали масштабное обновление. Администрацию теперь переселят на четвертый этаж. Чуть ниже будет располагаться отделение реабилитации и дневной стационар. Завезут и новую медицинскую технику. В рамках программы модернизации первичного звена в этом году будет заменен рентгеновский аппарат, который обслуживает травму. Плюс у нас запланировано в рамках текущей работы обновление оборудования в отделении медицинской реабилитации. В Красногвардейском районе это не единственный пример обновлений в рамках национального проекта. За пять минувших лет отремонтировали семь поликлиник. В этом году в планах еще несколько объектов. Начались работы поэтапные 120-й поликлиники и женской консультации номер 9. Ждем выхода из экспертизы документации по 66-й детской поликлинике. Она тоже в этом году у нас начинается. Кроме того, началось строительство кожно-венерологического диспансера, который в настоящее время находится в жилом доме. Мы его полностью переводим. Ремонт двух верхних этажей обещают закончить к Новому году. Затем примутся за нижние. Все это время 66,5 тысяч пациентов 120-й поликлиники продолжат получать необходимую помощь в шаговой доступности в привычном здании на Ленской улице. Дмитрий Копытов, Евгений Чернов, Максим Лисицын и Татьяна Константинова. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. Люди, которые ежедневно преображают жизнь Петербурга. Воспитатели детских садов, рабочие, водители общественного транспорта и сотрудники сферы ЖКХ. Имена самых профессиональных и отзывчивых из них объявили в одном из цехов Кировского завода. Премия «Город в лицах» традиционно вручается жителям северной столицы, которые, не занимая высоких постов, играют важную роль в улучшении качества жизни Петербурга. В этом году исполняется 100 лет со дня выхода такого первого полноценного трактора, который сошел с конвейера Кировского завода. И поэтому на это событие глубоко символично, поскольку мы все время говорим про необходимость повышения престижа рабочих профессий, про необходимость того, чтобы мы чаще говорили про то, что рабочие профессии сегодня нужны как никогда в нашей стране и в нашем городе. Это очень важный этап в общей жизни нашего города, когда мы отмечаем и чествуем людей труда, специалистов, лучших по профессии. И мы очень рады и гордимся тем, что это проходит в нашем заводе. Победителем в номинации «Лучший воспитатель детского сада» стала Анна Большакова. По ее словам, чтобы стать победителем, достаточно получать удовольствие от своей работы. Находить каждый день общий язык с воспитанниками, находить общий язык с их родителями, каждый день видеть сотни, десятки вот этих ярких, загорающихся глаз, отдавать частичку себя. Премия «Город в лицах» вручается в 11 номинациях. По словам организаторов, победителей выбрали в рамках народного онлайн-голосования. Участие в нем приняли более 45 тысяч петербуржцев. О других заметных событиях дня далее в нашем обзоре. Пожар на складе на Волхонском шоссе ликвидировали только сегодня около трех часов дня. Спасатели работали почти сутки. Напомню, накануне огонь охватил ангар площадью в тысячу квадратных метров. Черный дым было видно практически во всех районах города. Открытое пламя потушили ночью, дальше проливали тлеющие очаги и разбирали завалы. Ближайшей ночью в Петербурге начнутся технические разводки мостов. Первым свои крылья поднимет Биржевой. А в ночь с 13 на 14 марта разведут мост Александра Невского. Как отметил губернатор Александр Беглов, петербургские разводные переправы – один из символов города и важная составляющая транспортной инфраструктуры. Каждый мост – сложное инженерное сооружение. Их обслуживание и ремонтные работы продолжаются круглый год. Всего специалисты моста Треста до начала навигации планируют совершить более 60 технических разводок переправ через Неву. В Приморском районе специалисты ГУПТЭК обновляют системы теплоснабжения, чтобы обеспечить комфорт для 8,5 тысяч петербуржцев. В тепловых пунктах на набережной Черной речки и Елагинском проспекте идут работы по установке энергоэффективного оборудования и автоматики, которая позволит регулировать режимные параметры в зависимости от погоды. Параллельно устаревшие трубопроводы меняют на стальные в пенополиуретановой изоляции, состояние которой можно будет контролировать дистанционно. Все работы выполняются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Наступившая весна и выглянувшее солнце положительно сказываются на поведении обитателей ленинградского зоопарка. Вот и любимица публики, медведица Хаар Чаана, проводит день в ленивых играх. Она получила очередной подарок и с большим удовольствием его испытывает. Правда, судя по кадрам, пластмассовый сувенир быстро исчезнет под напором зубов хищника. Подлинные эскизы к постановкам Всеволода Мирхольда представили в театральной библиотеке. Выставку посвятили 150-летию со дня рождения выдающегося режиссера. В экспозицию вошло более 30 рисунков, костюмов, бутафорий, париков и грима, выполненные в том числе главным декоратором императорских театров художником Александром Головиным. Посетители смогут побывать на выставке сразу в двух вариантах – вживую и в пространстве цифровом. Также можно будет ознакомиться с теми постановками, которые не были показаны на сцене, но работа над их созданием была очень масштабной. И это все далеко не единственные вещи, которые можно увидеть в театральной библиотеке в эти дни. Вероника Озерова расскажет подробнее. За основу костюмов и декораций Головин взял драматические амфоры. Электру Всеволод Мирхольд поставил в Мариинском театре в 1913 году. На эскизах у художника Александра Головина внимание не только к костюмам, украшениям, но даже к жестам и движениям рук. Постановки в императорских театрах прорабатывались детально. Только к маскараду было выпущено несколько сотен рисунков. Где-то, наверное, в районе 70 женских костюмов, столько же мужских костюмов, и еще приблизительно столько же эскизов, всевозможных головных уборов, деталей. На экспозиции свыше 30 эскизов к 8 спектаклям, которые Всеволод Мирхольд ставил на сценах Александринского и Мариинского театров с 1908 по 1917 годы. Также есть эскизы Дмитрия Сергеевича Стелецкого к несуществленной постановке «Царь Федор Иванович». Они очень интересны, они как иконопись. Очень жаль, что постановка не была осуществлена. Экспозиция дополняется виртуальной выставкой. Попасть на нее можно через QR-код. Там в том числе представлен журнал выдачи книг библиотеки. Мирхольд, когда готовился к спектаклям, приходил именно сюда. И, как отмечают сотрудники библиотеки, был прилежным читателем, потому что всегда возвращал литературу. Тему театров продолжает экспозиция, посвященная драматургу Семену Анскому. В библиотеке впервые показали оригинал пьесы «Дибук». Она считалась одной из самых репертуарных в 20-м столетии. Мистическая драма о духе умершего, который застрял между двух миров, легла в основу фильма в 1937 году. Это вызов для исполнительницы главной роли. В какой-то момент актриса, играющая главную героиню, сохраняя себя, свое лицо, костюм, ничего с ней не происходит, должна полностью поменять голос, пластику, манеру поведения, как бы если бы она полностью изменила свою персональю, она становится другим человеком. Рукопись считалась утраченной несколько десятилетий. В начале 2000-х сотрудники библиотеки обнаружили ее в фонде драматической цензуры. Пьесу Ански написал ровно 110 лет назад, во время этнографической экспедиции по Юго-Западу. Экспозицию дополняют архивные документы и фотографии, посвященные театральной жизни пьесы. Вероника Озерва, Андрей Жохов и Сергей Мишонков. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. И к другим темам. Сегодня первый день масленичной недели. Его петербуржцы по традиции проводят на кухне, выпекая главный символ праздника – блины. Пышные и тонкие, кружевные и диетические, с икрой, языком, медом или совсем без начинки. У каждой семьи и каждого повара свой любимый рецепт. Вот главные городские уличные гуляния пройдут на выходных. Программы подготовили все районы города. Широко масленицу отпразднуют на соборной площади Петропавловской крепости, где гостей ждут старинные русские обряды, игровые квесты и, конечно же, футуристические фото-зоны. О традициях праздника и кулинарных экспериментах в материале Александра Громова. На раскаленную сковороду Марина Тога аккуратно наливает жидкое тесто. И по кухне тут же разносится теплый блинный аромат. Кипяток добавила еще. Зачем? Чтобы кружево такое типа было. Но мне что-то не очень выходит. Тонкие, почти прозрачные блины так и манят. Поэтому не все из них дождутся попадания на праздничный стол. Вкусный блинчик получился? Мы еще не пробовали. Привычные для каждого блины в этой семье блюда особое. Дедушка Кати и Пети из Сатога. Доцент политеха родом из далекой Мали. Мы недавно в делегации политехнического университета побивали ряд африканских странах. И наши коллеги, женщины, хотели, ну, немножко угощать их русскими блинами. Оказалось, что не так все просто. Здесь сковорода не те. Оказалось, что масло, которое немножко такое, не то. Температура, при которой нужно готовить, не то. В России ИСА живет с начала 80-х. В доме часто бывают гости из Африки, Европы. Простая лепешка с начинкой, как выяснилось, оказалась самым популярным истинно русским лакомством. Единственное русское блюдо у нас всегда выходят блины с икрой. Ну, а что еще? Щи. Щи иностранцы есть не будут. Ну, потому что кислая капуста для них это вообще что-то такое. Они борщ-то не едят. Ну, свеклу не едят. Масленичные гуляния еще в имперском Петербурге не только иностранцев, местных ввергали в шок. Горы блинов, моря Сбитня и катальные горки высотой больше 10 метров. Для одного из больших императорских балов подготовили 350 блюд, на каждом из которых лежало по три цыпленка с салатом и гарниром, 350 больших омаров в соусе под майонезом, 350 больших блюд с холодным мясным ассорти, огромное количество различных пирогов и бисквитов. Это начало 20 века. В веке 18 на Неве под окнами Зимнего дворца шальные императрицы и вельможи гуляли вместе с горожанами. А главной столичной особенностью все годы было катание на вейках. Так называли и саму повозку, и кучера, финны, в зимние праздники, из окрестных деревень, на своих маленьких желтеньких махноногих лошадках, запряженных, такие маленькие саночки, приезжали в Петербург катать публику на заработки. Церковь языческий праздник принимала с трудом. Особенно несладко в допетровские времена приходилось скоморохам. Карались, как сами скоморохи битьем бытогов и ссылкой, куда Макар Телят не гонял, так и те, кто смотрели их представления. Но по-настоящему масленицу отменила только революция. В наши дни блины – это еще и блюда высокой кухни. Припек – это, собственно, любой ингредиент, который кладется сверху на блин, и когда потом блин переворачивается, он к нему припекается. В качестве припека шеф-повар использует отварной язык и краба. В остальном рецепт, проверенный веками. Ну и можно добавить там буквально несколько ложек растительного масла, прям при замешивании. Растительное масло, оно позволит без комков вмешать муку. И даже если первый блин получится комом, уверяет мастер, отчаиваться не стоит. После недолгой тренировки даже ребенок овладеет всеми премудростями приготовления этого весеннего солнечного блюда. Александр Громов, Алексей Кривощоков, Иван Попов, Юлиана Гоборова и Александр Борисов. Новости телеканал Санкт-Петербург. И о погоде. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый, температура воздуха. Этой ночью минус 3, минус 5 градусов. Днем плюс 3, плюс 5. Атмосферное давление будет понижаться. Редактор субтитров А.Семкин А чем еще запомнится уходящий понедельник, расскажет наша коллега Лидия Вейерба. Лидия, добрый вечер. Приветствую коллеги. В ближайшие 10 минут расскажу криминальные новости Петербурга, в том числе о том, как вор-рецидивист шпионил за квартирантами при помощи самоката о трагедии в Ленобласти.